От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей травой. Поднятием останков героев той войны из земли занимается Владимир Ивлев. Он руководитель Видновского военно-патриотического клуба «Застава». Все экспонаты были собственноручно найдены им и его воспитанниками на полях брани Великой Отечественной. На днях они вернулись из очередной такой экспедиции. В этом году нашим отрядом было поднято 4 бойца. Один из них был младшим лейтенантом. Потом снимите, вот здесь погон даже от его кителя у нас есть. Но, к сожалению, они были без медальонов. То есть установить этих бойцов нам не удалось. Что заставляет ребят из «Заставы» ехать за многие сотни километров от дома, жить в полевых условиях и неделями копаться в земле? Почему они, как многие их сверстники, не сидят в инстаграмах, не проводят время в модных кафе? Ну, самое трудное, наверное, все-таки осознавать то, что солдаты, которые защищали нашу Родину, до сих пор еще лежат на местах, где они пали. А все остальное, походный быт и так далее, это легко? Ну, по сравнению с тем, что совершили вот эти вот герои, которые лежат до сих пор еще в земле, ну, по сравнению с этим это все легко. Военно-патриотический клуб «Застава» занимается не только раскопками. Здесь еще и готовят ребят к службе в армии. Жестче работай, сказал же тебе, по бедру, выше, вот, вот. Влад Романенко занимается на «Заставе» четыре дня в неделю. Это три тренировки по рукопашному бою и одно теоретическое занятие. Когда я первый раз пришел в военный клуб «Застава», я не мог подтянуться ни разу. После того, как я отходил на несколько занятий, я уже привел уверенность в себе, и я точно знаю, каким должен быть настоящий мужчина. Каким? Настоящий мужчина – это защитник Родины, прежде всего. Мужчины бывают разными – хорошо одетыми, голосистыми и очень пластичными. На кого походить – личное дело каждого. Ребята из «Заставы» со своим выбором определились. Илья Кремнев, Данил Свидерский, Екатерина Чернышева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова